Добрый вечер! В эфире программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Лето! Отцвели липы, отцвели тополя, отлетел тополиный пух, Москва пустеет. Когда вечером посмотришь на дворы, то уже очень многие окна темные. Люди разъехались. Кто-то на дачах, а кто-то и в путешествиях. Утюжат пляжи ближнего, среднего или дальнего востока. Кто-то обследует замки Европы, кто-то кормит комаров в болотах Крайнего Севера. У всех свое путешествие, у всех свои туры. Самое время нам поговорить о антропологии, социологии и поэтике, поэзии путешествия. Потому что, как я недавно узнал, есть такая наука, как геопоэтика, которая в том числе исследует структурный аспект путешествия, роль путешествия в человеческом обществе. И у нас в гостях два человека, которые нам могут много об этом рассказать. Это писатель-путешественник Игорь Сит. Добрый вечер, Игорь. Добрый вечер. Вот как раз книга под вашей редакцией, составленная «Введение в геопоэтику». Такая красивая здесь лежит. И Дмитрий Замятин, писатель, культуролог, Центр гуманитарных исследований пространства Института культурного и природного наследия. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот, вы знаете, я для начала хочу понять, что такое вообще путешествие, что такое туризм. Понимаете, мы, собственно, я думаю, что этим словом мы очень легко пользуемся, да, потому что, ну, как бы, турагентство, да, туроператоры. И вот я думаю о том, что было, скажем, 100-150 лет назад, когда идея большого тура, гран-тура, это была что-то такое восхитительное, это молодая британская аристократия для завершения своего жизненного образования отправлялись в гран-тур по Европе, да, откуда это, собственно, все и вылилось. А сейчас это вылилось в какую-то такую механизированную индустрию, когда, так сказать, миллионы и миллиарды уже, наверное, людей лежат на пляжах, ездят на курных лыжах. Вот как нам разобраться, что такое путешествие, что такое туризм, чем они отличаются друг от друга? Игорь. Ну, вы знаете, если попробовать максимально просто об этом сказать, а вообще, я думаю, что все равно это до конца выяснить не удастся, потому что вот уже полтора столетия речь идет о том, что необходима наука о путешествиях, нет до сих пор такой науки специализированной. Вот. Так вот, если попытаться сказать просто, то туризм – это прежде всего просто перемещение в пространство, которое чему-то там учит, что-то рассказывает о других местах, других странах, других народах. Ну, перемещение с целью перемещения, да? Миграция – это не туризм, да? Ну, я просто, если можно, закончу. Это вот такое перемещение, которое задумано именно с такими светскими, грубо говоря, задачами, с такими понятными задачами развечься, узнать что-то новое, себя показать не в последнюю очередь. Вот. А путешествие – это нечто более сложное. Это когда перемещение или некое движение происходит не только в физическом пространстве, а, может быть, даже не столько, но и что-то происходит с самим человеком. В этом смысле любой тур, самый банальный, самый скучный и как бы такой от минуты до минуты, прописанный в путеводителе заранее, он может превратиться в путешествие, если что-то необычное произойдёт, или если мы сами что-то такое трудное для себя там задумали. То есть, речь идёт о том, что географ Владимир Гаганский называет движением в фазовом пространстве. То есть, помимо физического пространства, вот мы там по тропическим или каким-то северным странам путешествуем, помимо вот этого территориального нашего распространения, ещё что-то с нами внутри происходит. Движемся внутри себя, движение извне в пространстве и движение внутри себя. Да, внутри нас происходит что-то, что можно нарисовать какой-то условной картинкой в виде маршрута. Вот мы были вот такими-то, вот я был таким-то в начале путешествия, потом меняться. Ну, то есть, становится внутренняя трансформация. То есть, грубо говоря, путешествие – это туризм с внутренней трансформацией. Ну, не совсем точно, в том смысле, что это не обязательно туризм. Ну, перемещение пространства, которое тоже предполагает некую внутреннюю трансформацию. Я думаю, что вот это наружное перемещение, то есть физическое движение, оно может быть свёрнуто в некоторых случаях. То есть, грубо говоря, когда мы читаем хорошую книжку про путешествия, и если мы вживаемся и сопереживаем героям, и с нами неизбежно что-то такое тоже чуть-чуть, хотя бы след того происходит проекция их внутреннего изменения героев, то это тоже путешествие. Просто это разновидность частных случаев. Мы поговорим ещё о виртуальном путешествии. Я хочу Дмитрия спросить. Ну, смотрите, получается как бы два вида путешествий. Ведь я думаю, что путешествие рождалось само по себе, ещё раз, глядя на его истоки. Ну, взять сентиментальное путешествие знаменитое, да, Лоренса Стерна, и затем уже, скажем, вся эта этика, эстетика путешествия романтического героя. Это было всегда путешествие внутрь себя, познание себя, открытие себя, все книжки, которыми мы зачитывались в детстве, да, там, и фрегат Паллада, и Жюль Верный, что угодно, и там, 80 тысяч льет под водой, или до 20 тысяч льет под водой, 8 дней вокруг света. Так что вот интересно, в какой момент происходит вот это вот путешествие, становится вот таким вот механизированным туризмом, да, потому что изначально это некая очень внутренняя вещь путешествия. Ну, я думаю, что вы правы и не правы, потому что с маточки зрения между туризмом и путешествием, с одной стороны, нет преграды, любой турист может стать путешественником, если он захочет, но с другой стороны, это как бы разные установки. То есть, в изначально своем виде туризм всегда был нацелен на расширение горизонта, на просвещение, на образование, на получение новых впечатлений, это естественно. И этому процессу мы знаем гораздо более двух тысяч лет. А что касается путешествий, это экзистенциальное состояние, то есть это, по сути дела, та вещь, которую мы называем установкой. Она является психологической установкой, метафизической. В конце концов, я люблю говорить об антологии путешествия. И в этом смысле мы можем быть туристами, мы можем купить тур, мы можем прочитать хорошую книгу, Жюль Верна или Гончарова, и в какой-то момент осознать себя путешественником, ходя к каким-то туристическим популярным местам, и сказать, что вот я путешественник, и у меня есть какая-то внутренняя установка. Поэтому границы нет, но мы осознаем, что здесь есть мощная переходная полоса, к которой не все переходят, не все хотят переходить, а многие они просто не знают. С другой стороны, мы знаем, что современное общество гораздо называть предшественниками всех, кого угодно. И в этом смысле я с этим не очень согласен. В какой момент появляется вот это вот стандартное массовое путешествие, куда так или иначе все мы отправляемся? Все эти готовые туры, стандартизация, 3, 4, 5 звезд, там, bed and breakfast, пакеты, встречи, трансферы. Когда вот эта вся индустрия появляется? Ну, индустрия появляется в тот момент, когда, с одной стороны, мы понимаем, что возникает поистине, так сказать, развилась эпоха модерна, да, мы понимаем, что механизированный туризм возникает примерно в конце 19 века, хотя существовало, понятно, многие сотни лет до того. А где, кстати, вот, по-моему, я услышал, что это на ривьере французской, то, что вообще это сейчас Ницца и Лазурный берег. А что вы имеете в виду? Ну, массовый туризм, когда начинаются массовые поездки англичан. Это начинается, зафиксировано, когда? Когда начинается реклама, начинается действительно использование массовое, там, сначала бы, конные экипажи. Это по всем учебникам туризма где-то 10-20-е годы 19 века. Но я все-таки отношусь несколько позднее, когда возникает механизация, связанная с поездами, с пароходами, теплоходами и так далее. То есть реально он начинает, мы получаем, скажем, рассказ Бунина, человека из Сан-Франциска, это 10-е годы 20 века. Вот все, это уже фиксация мощнейших образов, связанная с обозой массового туризма, с негативным восприятием его, как бы, писателями достаточно высокого, мощного уровня. То есть это тогда казалось таким неким, таким, не комильфо, да? Некая такая массовая вещь для... Да и сейчас добавляет путешественник агрессивный. Сейчас немного другая ситуация, связанная с тем, что мощный коммуникативный поток, связанный действительно с экономическими и социальными выгодами, он, конечно, захлестывает эгалитарные вызовы против массового туризма, и сейчас об этом достаточно трудно говорить. Но все равно, конечно, сейчас туризм, как и основной-основной поток, это вот это вот массовые пакетированные вещи, в которых люди, собственно, получают то, что они ожидают получить, да? Как в Макдональдсе. Ты заходишь в Макдональдс, в чем, по-моему, главный секрет Макдональдса, что ты всегда точно получишь то, что знаешь, то, что ожидаешь. Я бы отвлекся от туризма, потому что не первый раз, я наблюдаю, когда расскажу о путешествии, соскальзываешь на туризм. Вот я, прошу прощения, отниму одну драгоценную минутку, зачитаю из записанных книжек Камю, предварив это тем, что путешествие, прежде всего, аффект. И вот, что пишет, собственно говоря, Камю. Ценность путешествию придает страх, потому что в какой-то момент, доля от родной страны, родного языка, французская газета на вес золота, вечера в кафе, когда стараются ощутить лок от соседа, нас охватывает смутный страх и инстинктивное желание вернуться к спасительным старым привычкам. Это самая очевидная польза путешествий. В это время мы лихорадушно возбуждены, впитываем все, как губка. Ничтожнейшие события потрясают нас до глубины души. В луче света мы прозреваем вечность, поэтому не следует говорить, что люди путешествуют для собственного удовольствия. Путешествие вовсе не приносит удовольствия. Я, скорее, склонен видеть в нем аскезу. Люди путешествуют ради культуры, если понимать под культурой, излечения из-под спуда самого глубокого нашего чувства, чувства вечности. Удовольствие отдаляет нас от себя самих, как у Паскаля развлечения отдаляет нас от Бога. Путешествие, как самая великая и серьезная наука, помогает нам вновь обрести себя. Я прошу прощения за структуру. Да, да. Ну, тут, мне кажется, главное прозвучало вот это слово, за которое я хочу ухватиться, и которое мы потом обсудим, что путешествие предполагает страх. То есть туризм – это некая вещь, пространство предсказуемости. Ты знаешь, за что ты платишь, ты знаешь, что ты получишь, что тебя ждет в самолете, какое питание, какой тебя ждет трансфер, какой тебя ждет гид, какой ждет тебя аквапарк, экскурсия, песок на пляже, температура воды, какие тебя ждут туристы, анимация, развлечения, и точно так же возвращаешься домой. А туризм, а путешествие – это страх, непредсказуемость, неизвестность, риск. То есть, наверное, вот эти вот две главные точки различия. Ну что ж, продолжим наш разговор о туризме, но еще больше, еще более путешествия после паузы. И снова добрый вечер. Программа «Археология». Говорим сегодня о путешествиях. Сделали мы в первой части нашей программы это развлечение. Не говорим мы. Поставили мы крест на массовом туризме. Давайте поговорим о путешествиях с путесателем, путешественником Игорем Сидом. И ученым, Дмитрием, философом, культурологом Дмитрием Замятином из Центра гуманитарных исследований пространства Института культурного и природного наследия. Ну вот я хочу сейчас понять, каковы главные, что ли, так сказать, параметры, алгоритмы путешествия. Вот меня вот такой вопрос интересует. А нужен ли вообще путеводитель? Потому что сейчас все шага не сделают путеводители. Есть огромный совершенно набор таких от пафосных, гламурных, это, я не знаю, включая и мишленовские путеводители по еде, с едой, есть карманные бедекеры, есть такие отвязные для молодых людей lonely planet, которые уже на русском издаются. Но вот я иногда думаю, не являемся ли мы заложниками путеводителей, которые наставляют нас на маршрут, которыми до нас прошли уже миллионы. Игорь. Знаете, тут я, с одной стороны, сказал бы, что главное, что есть в путеводителе, это маршрут. Маршрут – это такая странная вещь, которая связывает любую точку пространства, по которому мы движемся, с временной точкой, с хронологическим моментом. И получается, что вот маршрут – это вещь такая непространственная и не временная, а нечто такое вот, то, что там в фантастике называлось пространственным временной континуумом. Пространство и время связываются воедино в такой жгут, который невозможно рассматривать отдельно от времени или от пространства. Это некая такая кривая, которая нас притягивает даже заранее. Вот я люблю приводить пример, что в 90-е годы сознался поэт Сергей Гондлевский, что свое самое знаменитое стихотворение про экспедицию в Среднюю Азию. Он написал задолго до своей первой экспедиции. То есть вот эти маршруты, они, те самые, которые написаны, прописаны нам в путеводителях, они нас магнетически как-то очаровывают. И мне кажется, что здесь очень важный момент, то, что каждое отдельное путешествие и его маршрут, это, по сути, такая маленькая модель человеческой жизни. Принято говорить, что жизнь – это путешествие. Мне кажется, что, наоборот, каждое путешествие – это отдельная жизнь. Маленькая жизнь, да. И мы в течение нашей большой жизни, своей биографии, проживаем энное количество настоящих жизней, каждая из которых начинается, мы рождаемся с каждым отправлением в путешествие. Умираем. Но для всякой ли жизни нужен план, для всякой ли жизни нужен маршрут. Вот, Дмитрий, я хочу вас спросить. Вот вы всегда в своих путешествиях пользуетесь? Заранее вам известен маршрут? Вы знаете все точки, где вы остановитесь, где вы будете ночевать? И расписано ли у вас вот это вот по часу? Ну, я думаю, что в основе путешествия – спонтанность и эффект. То есть всегда есть примерный набросок, некий эскиз путешествия, да, по маршруту, но всегда есть неожиданные завороты, уголки, какие-то непонятные пилюлки, распадки, овраги. И я думаю, что для путешествия, настоящего путешествия, путеводитель невозможен. Невозможен в массовом понимании, как он уже сейчас освоен классической нашей современной культурой. И самое главное, что путешествие – это впитывание пространства. Поскольку я человек, занимающийся пространством, я хочу сказать, что только тогда, когда ты расставляешься в каком-то новом пространстве, тогда ты обретаешь некие новые места. И вот это, условно говоря, технология в кавычках, впитывание пространства, растворение в пространстве является, с моей точки зрения, настоящим путешествием. Знаете, да, вот вы говорите то, что, ну, уже, пожалуй, много лет я этого не делал, но вот в своей, так сказать, более ранней юности я именно путешествовал, я как-то решил отказаться от путеводителей. То есть я путеводителей читал, но постфактум. То есть я брал города как, я не знаю, там, завоеватель, который приходит, он не знает, что перед ним лежит. И вот я приходил в незнакомый город, у меня было, скажем, иногда день, иногда даже ночь, иногда несколько дней. Я начинал просто по нему ходить, нарезать круги. И через какое-то время я выявлял его основные силовые линии, его соотношение, части этого города. Я обязательно выходил на вокзал, обязательно выходил на местный храм главный, обязательно выходил на кладбище, обязательно видел концертный зал. Я понимал, что вот эти какие-то места силы. И потом уже как-то вот эта картина, объемная города, она вставала передо мной. И затем уже, постфактум, уехав из города, я залезал в путеводитель, и в нём происходило вторичное узнавание. Вот у меня вот такое вот как-то было, я пытался освободиться от диктата гида. А хотелось потом снова туда вернуться и пройтись по неисследованным... Да, хотелось, потому что гид говорит, да, вот там был такой удивительный ресторанчик, а вот там был какой-то, так сказать, маленький... Или ваш любимый писатель там побывал. Ну да, да, да. А вы не заглянули. Да, да, да. Вот, это всё так, но вот эта вот радость открытия, радость ожидания, когда ты вот утро, встаёт утро, и ты где-нибудь там рано позавтра где-нибудь на вокзале выходишь в этот огромный шумный город и не знаешь, что тебя ждёт, она, конечно, ни с чем не сравнила по сравнению с тем... Потому что, понимаете, вот мне кажется, часто очень люди идут и вообще не видят ничего вокруг себя. Они идут, уткнувшись в путеводитель. Они читают в первую очередь путеводителя, во вторую очередь книгу города. Вот это вот, кажется, такой дефект нашей цивилизации текстуальной. Я бы тут небольшой добавил штрих, что всё-таки настоящее путешествие может иметь от начала до конца прописанный маршрут, то есть, грубо говоря, путеводитель. Например, многие научные экспедиции по факту становятся настоящими путешествиями. А там маршрут прописывается заранее, там буквально иногда до минуты отправления на санях тогда-то туда-то. Столько-то нужно всего с собой взять. Там-то присоединяются носильщики. То есть, в этом смысле, мне кажется, что наличие вот этого... Ты не прав, ты не прав. Я учусь в экспедициях научных, и там не пропишут до минуты, даже в современных условиях. Но, тем не менее, прописывается, а потом это может нарушаться. Вот о чём-нибудь. Ну, это прописывается понятно, но реально мы берём даже путешествия в Центральную Азию, русские путешествия. Я читал многие из этих путешествий. Замечательная проза русская, но связана с тем, что постоянно нештатные ситуации, постоянные какие-то там встречи с кочевниками, оборона, там уход в пустыню, затерянность, попадание в какие-то непонятные условия. Когда я учаил в твоих экспедициях в юном возрасте на Камчатке, на Колыме, там тоже постоянно происходили отклонения. То есть реально мы оказываемся в районе, который нам нужен, но какие-то маршруты могут быть совершенно другими. Но главное, что это был эффект иногда затерянной экспедиции. Экспедиция не всегда путешествия, но я пытался, как сейчас понимаю, уже тогда не осознавая это, что я пытался найти своё путешествие. Это была инициация, это была попытка нахождения новых ритуалов, когда в юности ты пытаешься найти для себя некий путь в высоком смысле. И тогда путь путешествия... А у вас, Игорь, были путешествия без маршрута? Разумеется. Вы же очень много, расскажите. Знаете, я не буду говорить про тропики. Я по своему родному Крыму как раз время трения путешествую вообще без маршрута. То есть вот как-то оказываюсь на некоем перепуте и сажусь на тот местный автобус, который меня вывезет. Либо я, кстати, из-за этого своего принципа, такого насилия над своей технологичностью, я до сих пор не побывал на Тарханкуте. Вот мне уже много-много лет, а я именно полуостров Тарханкут, вот каждый раз, вот просто туда не шёл тот автобус, который первый подходил. И меня уносило куда-то ещё. А что там интересное на Тарханкуте? Там шикарные скаты, хвостоколы, например. Ну, это к примеру. Там почти полное отсутствие хорошей воды. То есть там хорошая вода, нормальная питьевая, только завозная. В других регионах Крыма есть нормальная, прекрасная вода, особенно в горном Крыму. А это такой вот каменистый, плоский и, в общем, безлюдный, к счастью, пока полуостров, куда фантастика до сих пор меня ещё не занесла. И вот потому что я пользуюсь именно вот этим методом, о котором вы говорите. И знаете, я сейчас с удовольствием продолжу точку обозначенной, в смысле, из точки Димы обозначенной путешествия как инициация. Понимаете, в сущности тот внутренний путь, который мы должны или можем пройти во время или за время путешествия, его можно вкратце вот как инициацию обозначить, в принципе, если очень коротко, то это такой должен произойти удар бамбуковой палкой. То есть любое непредвиденное событие, неприятное. Недавно я где-то приводил пример, что вот у моего клиента, в смысле, ну, партнёра по путешествию по Мадагаскару, украли кошелёк во время рок-концерта местной поп-звезды мадагаскарской, малогосийской. Вот. И он потом долго анализировал, что у него никогда ничего не крали. То есть он очень такой парень был, ну, что называется, хваткий. Вот. И вот он анализировал, почему так произошло. То есть для него это было каким-то таким новым взглядом на себя самого. Он мне говорил, может быть, это потому, что я по псу заслушался. Ещё какие-то там были предположения. То есть вот для него это оказалось элементом настоящего путешествия, потому что украли. Ну, он был не бедный человек, ему было важно не то, что он потерял деньги, а то, что его сумели ввести вокруг пальца. Да, да, да. Вот там в толпе, в этой толпа раскачивалась. Оказался терпилой, да. Ну, в общем, то есть вот такая интересная вещь. И вот это удар бамбуковой палкой. Их может быть несколько в течение путешествия. Путешествия бывают разные, и внутри путешествия могут быть встроенные микромодели путешествия. Но, в общем, в целом, мне кажется, что путешествие – это такая ментальная матрица, которая в целом вкратце описывает образ и структуру нашей жизни хронологически. То есть вот когда мы рождаемся, максимум эмоций, вот больно, мы кричим, а когда мы приближаемся уже к закату своей жизни, то у нас максимум не эмоций, а набраны информации. То есть вот в течение экспедиции или в течение путешествия свободного вне маршрута мы набираем некий... То есть мы что-то теряем, у нас притупляется острота эмоций. Но зато у нас всё больше каких-то новых представлений о мире, каких-то наблюдений за собой в том числе. И вот это всё очень похоже на то, как мы проживаем всю нашу большую жизнь. То есть каждое настоящее путешествие – это маленькое, но настоящее от начала до конца жизни. От эмоций, от эмоций к опыту, так сказать. Да, да. Ну, или по-научному от эмоций к информации. От максимума эмоций до максимума информации. А вот интересно, что Дмитрий здесь упомянул то, что вот проза, да? Мы говорим о прозе путешествий. Насколько вообще сейчас популярна вот этот вот жанр травелога, жанр описания путешествия? Потому что, естественно, там в XIX веке все так или иначе вели какие-то путевые заметки. Любое путешествие, оно описывалось, оно было таким важным опытом для человека, опытом его внутреннего восстановления. Но в какой-то момент это потерялось, и так изредка только в каких-то периодических СМИ появляются там, скажем, в газете Ру есть, например, там люди делятся своим опытом путешествий. Но мне кажется, что это вот как-то очень затерялось, такая рефлексия по поводу путешествий. Ну, я с вами не соглашусь. Да, я согласен, что в XIX веке были блестящие опыты путешествий научных и литературных, где сам стиль позволял ощутить путешествие. Это потерялось где-то в 30-м, 40-м годах, 20-го века. Потом шла такая просто билетристика. Ну, или писатели писали путевые дневники. У известных писателей это интересно. Сейчас это модно. То есть, скажем, новое литературное базе не выпускает книжки современных писателей, которые чуть ли не специально едут в какой-то город, в какую-то страну, и потом выпускают книгу. Но, на мой взгляд, это не совсем то. То есть, создается мода. Естественно, она идет на базе расширения различных видов туризма, культурного, экзистенциального, экстремального туризма. Но, на мой взгляд, пока не достигнут состояния, когда действительно путешествия становятся аффектом не твоей внутренней жизни только, но и аффектом письма. Аффектом письма. И, к сожалению, таких книг очень мало. Ну, для 90-х годов, мне кажется, была в какой-то степени книга Василия Голованова «Остров». Можно перечислить еще две-три книги, допустим, в России. О Японии. Ну, о Японии. Нет, «Остров Голованова» — это о северном острове Колгуев у нас. Может быть, кого-то еще можно вспомнить? Я сейчас боюсь забыть. Ну, есть в зарубежном прозе пара-тройка произведений, но все это связано с общим трендом, общим стилем. И я думаю, что ситуация такова, что сейчас пространство на самом деле является той ключевой точкой, образы которого определяет развитие современной цивилизации. А путешествие тем более, поскольку оно является хребтом восприятия и воображения пространства. И насколько найдет современная литература и культура вот этот хребет, путешествие как хребет другого понимания пространства, мне кажется, это проявится в том числе в литературе как в классическом жанре. Хотя в интернете висит огромное количество травелов, где там перечисления. Я пообедал в таком-то, как бы выпил чай, забрался на башню, посмотрел панораму, и как бы он понимает, что таких дневников миллионы. Ну да, точно так же, как вот это тоже, мне кажется, требует какого-то понимания, осмысления. Не миллионы, я думаю, миллиарды уже, там, терабайты фотографий. Да, и фотографии невозможные. Причем фотографии невозможных, вы знаете, и какой-то вот этот вот жанр фотографий путешествий, он невероятно становится репетитивен, повторяющийся. Люди воспроизводят одни и те же ситуации, одни и те же ракурсы, и стоят в очереди за этими видами. Ну, начнем с этого знаменитого «Солнышко в ладошке», да? Любой человек на пляже где-то, так сказать, смотрит закат, и девушка с солнышком в ладошке. Далее там «Я и Эйфелева башни», когда человек в руках, там, если со стороны дворца Шейосни фотографируется, держит в руках Эйфелеву башню. Я поддерживаю падающую Пизанскую башню. Вот становится в очереди за этими видами. Вот зачем люди это делают? Зачем миллионы и миллионы людей воспроизводят вот один и тот же ракурс? Игорь. Мне кажется, проще всего это объяснить. Объяснений может быть, конечно, некоторое количество, но вот ближе всего. Привести к элементарному человеческому желанию или к потребности осваивать новые территории. Расширение собственного пространства. То есть в старину послевоенных подходов, да и до сих пор, в общем-то, привозили и привозят военные трофеи. Вот любая такая фотография, где я с этой самой... Ну, не я, а некий такой обобщенный турист с этой самой Пизанской башней, вот, и я подпираю, это доказательство того, что я там был. Это мой колышек, который я туда там вбил, условно говоря. Здесь был Вася, здесь были Оси и Иси. Абсолютно, да, вот Оси и Иси, и Вася, это вот такие вот универсальные... Оси и Киса, да. Абсолютно, да. То есть это просто-напросто именно подтверждение того, что мы расширили нашу собственную внутреннюю территорию вот на эту внешнюю, ещё на вот этот кусок планеты, вот, это такой военный, военная ментальность, которая, вернее, следы, следы. Воткнуть флаг в высоту. Сейчас, было бы такое понятие, кстати, трофеи. Вот я говорю про военные трофеи или про... Кстати, вот туристический сувенир, это разновидность трофеей. Привёз, как добыл. Да, да, да. Пускай это аэропортное искусство, абсолютно то же самое, что у твоего соседа, который привёз то же самое. Так вот, слово трофей, оно ещё, собственно, идёт от Трояновых трофеос, значит, это место поворота, трофеос. Троянов трофей – это знаменитый древний такой обелиск, поставлен был императором Трояном в том месте, куда он дошёл в максимальное некое пространство. То есть вот здесь был Вася, это вот такая именно, как я сказал... Маркировка крайней-крайней точки. Ну, как кошки, коты, допустим, писают, а человек ставит колышек или пишет, что он здесь был. Очень интересно. Вы знаете, я сейчас помню, по-моему, у Вима Вендерса, я где-то читал, вот тоже он пишет об этом феномене фотографирования в путешествии. Он пишет, что люди как бы пытаются утвердить собственную реальность вот этой фотографии, что фотографируя это, ты доказываешь себе и всем остальным, что ты реален, потому что настолько сейчас путешествие виртуализовано, настолько все сплошь были в этом месте, около Эйфелевой башни, около Пизанской башни, что ты ничем не можешь доказать, что ты там был. И вот это вот некий пруф реальности. Гениальная пародия на этот феномен или на эту тенденцию в фильме «Амели», там, где украденный гномик, вот этот садовый гномик, значит, он путешествует по всем этим пизанским и прочим достопримечательностям. Вот эти фотографии, они именно всем знакомы, вот это ощущение, и вот эта пародия такая изумительная. Да-да-да. Так что в этом отношении действительно. И, вы знаете, мне кажется, что еще здесь очень важно, мы эту тему уже касались, путешествие как открытие. Что путешествие должно включать в себя некую встречу с другим. Ты должен видеть другого, чтобы узнать себя. То есть вот мне кажется, что путешествие – это очень хорошая прививка от ксенофобии. То есть ты понимаешь, что есть другие люди с другими привычками, и ты учишься открываться миру. То есть вот вы говорили, как раз говорил Дмитрий, что сейчас наша цивилизация себя познает через вот это вот переоткрытие пространства. Да, и вот мне кажется, что вот это очень важный компонент. Я бы, например, там, я не знаю, насильственно, ну, не насильственно, но все-таки, скажем, со стороны государства каким-то таким опасным девиантным элементом давал бы загранпаспорта, отправлял бы в загранпутешествие, чтобы они понимали, что есть другие люди с другим образом мысли и другим внешним видом. То есть вот этот вот элемент путешествия очень важен, да? Да, я с вами соглашусь. И более того, здесь важны вещи, контакты, коммуникации с живыми людьми, с которыми ты обращаешься, едешь путешествие и, может быть, через людей прошлого, которые являются гением места для того района, куда ты едешь. Ну, в частности, мы провели у себя в Институте экспедиции, связанной с гением места, скажем, для Пастернака, для Андрея Тарковского, для Кузьмы Петрова-Водкина, то есть попав в те места, которые для них в той или иной мере сыграли роль. А что это было для Пастернака? Ну, для Пастернака, скажем, это был город Балашов и последствия книги «Сестра моя жизнь», когда его любовь в 17-м году с Еленой Виноград, она осуществилась через его поездки, путешествия в город Балашов, через революционную Россию. Ну, и, скажем, для Кузьмы Петрова-Водкина-Тахвалынск, город и детства, и город его зрелой жизни, а для Андрея Тарковского, он юлевец, как место его детства, и зеркало, которое отобразило те образы этого военного детства. Но было путешествие с живыми людьми, скажем, в 2000-м году у нас была экспедиция по местам романа «Чевенгур», то есть через Андрея Платонова, но мы поехали втроем как раз с писателем Василием Голованом и архитектором Андреем Балдиным как раз искать те места и те образы, в которых был Андрей Платонов и благодаря которым появился роман «Чевенгур». И это было очень мощное путешествие, потому что было эффективное общение. Мы искали условные локусы этого пространства. Их, естественно, невозможно найти как некие реальности, но мы их пытались вообразить по ходу нашего путешествия. Это был двойной эффект. Это же, да, очень вообще литературные путешествия сейчас по Москве сколько водят, да, там, ну, тот же Булгаковская, там, места «Мастера и Маргариты», а вот из Фонда Тарковского я однажды устроил путешествие Тарковское такое потаскание по местам съемки фильма «Ностальгия», где, так сказать, баня Виньоне, те знаменитые термы, бассейн, который, где он идет со свечой, герой Янковского и... Агарок, агарок этой свечи показывали. Без агарка был бассейн заполнен уже, потому что тогда Тарковский дождался, когда его осушали, чистили, а сейчас он был полон. И знаменитый монастырь Сан-Гальгана без крыши, где вот снег падает в конце и приходит собака к герою. Так что, да, такие путешествия тоже, конечно, безумно интересно. Напомню, что мы говорим о путешествиях с Игорем Сидом и Дмитрием Занятиным и вернемся к вам после небольшого перерыва. И снова добрый вечер. Программа «Археология». Путешествия сегодня на тему наших раскопок. У нас в гостях Дмитрий Занятин с Центра гуманитарных исследований пространства Института культурного и природного наследия, известного также как Институт Лихачевский, Институт имени Дмитрия Сергеевича Лихачева, и писатель и путешественник Игорь Сид. Ну вот давайте посмотрим, какие вот есть сегодня виды путешествий. Да, еще раз подчеркну, не туризма, не массового туризма, не тех миллионов людей, которые едут. Ну, кстати, вот тоже интересно, Турция и Египет сейчас, получается, могут и путешествиями стать. Человек, да, собирался-собирался на туризм, на пляже пожариться, а там революции. Во время оранжевой революции в Украине некоторые мои знакомые туда специально летали в такой, ну, для революционного туризма. То есть они... Да-да-да-да-да. Именно... Многие им тоже у меня знакомые, да-да-да, революционный туризм. То есть это как бы немножко даже и в 17-й год возвращения, или там в 91-й год. Ну, это экстремальный туризм. Не только, не только. Это исторический туризм. И на такси летали, я знаю, знакомых, которые с Турции сейчас же без виз. Все просто, помимо журналистов, люди ездили просто, так сказать, вот этот вот дух площади, дух свободы на такси в Стамбуле вдохнуть. А если еще при этом шишку получишь или там в каталажку тебя ни за что посадят, то это настоящее путешествие. Можно предъявить. Ну вот. Так что какие у нас вот есть виды настоящих путешествий? Я для себя смотрю, что вот, наверное, очень важно путешествие в дикую природу, да, потому что здесь очень велик элемент того страха, да, вот давал цитату из Камю Дмитрий, да, экстрим. И вдохновение открытия, потому что... И вдохновение открытия, да. Всегда подозреваешь, что та зверушка, которая выползла вот там из-за дерева, что она, в общем, что ты ее видишь первым среди людей. Ну вот это да, что-то есть в нашей цивилизации, что гонит людей, а я, кстати, вот давно думал, надо будет тоже, кстати, программу как сделать, поговорить о том, об экстремальных видах спорта, вообще о тяге к экстриму, что постоянно современного человека призывает ставить на грань, так сказать, ставить свою жизнь. Вот как раньше в 19-18 веке была культура дуэлей, да, сейчас дуэлей нет, но человеку постоянно нужно вот что-то, так сказать, подходить к этой грани. И здесь важен не только тот адреналин, который мы потребляем, ну, как кофе, нами же производимый адреналин, это как бы наш собственный кофе. Здесь еще, мне кажется, важен такой вот момент, что это такая практическая антропология. Человек, когда оказывается, ну, насильственный сам для себя, себя вставит в некую трудную, экстремальную, ужасную ситуацию, он больше узнает о самом себе и о человечестве в целом. То есть это такой постоянный эксперимент над человеком, который, как правило, сам человек себе и устраивает. То есть мы живем в эпоху, когда антропология становится делом миллионов. То есть вот реально, вот те, кто идут на экстремальные какие-то формы развлечения, вот они больше знают о человеке, узнают больше, чем окружающие. Дмитрий, а вы как считаете, вот что толкает людей на такие вот экстремальные путешествия и подвергание, подвержение себя испытаний? Ну, я бы, во-первых, сказал, что дикой природы не существует, даже не в том смысле, что там все освоено. Да, есть, конечно, уголки не очень сильно затронуты какими-то антропогенными влияниями, но дело в другом, что когда мы путешествуем в так называемую дикую природу, я, ну, как бы пытался с ней путешествовать в рамках экспедиции. Я уходил из лагеря, там, геологического, геоморфологического экспедиции, где я работал. И, насколько я понимаю, там, ну, было достаточно опасно, были какие-то дикие звери, которые тоже, так сказать, одному не надо было уходить, всегда было по двое ходить. Вот, но смысл-то был не в этом. То есть, насколько я понимаю, я искал-то не дикую природу, а искал, ну, скажем, саму себя, да, несколько так возвышенно. Но, на самом деле, мы всегда представляем сначала тот образ, в который мы хотим войти. И вот этот образ дикой природы, он, мне кажется, наиболее удобным для того, чтобы... это наиболее простой образ, который мы хотим получить в качестве аффекта. В качестве аффекта, потому что все другие образы, они гораздо более социализированы, их труднее получить, нужны другие затраты, другие транзакции, в том числе коммуникативные. Поэтому образ, так называемый дикой природы, мне кажется, удобным, как для современного массового общества, которое включает и четко область туризма проникает именно в эту область. Да, более доступный адреналин, потому что иначе надо что-то изобретать, типа ночью с бумажником на выпуск, по Гарлиму, ну, это сейчас уже не по Гарлиму, по Бронксу. Да, какой-нибудь припортовый район зайти. Да, в портовый район зайти. Ну да, подвергнуть себя. Действительно, то есть здесь... Я очень многих знаю, людей, которые буквально из последних денег даже, вот скажем, погрузиться под воду на Северном полюсе. Не просто так, а вот именно на Северном полюсе, хотя, кажется, дайпингом везде можно заняться. Кстати, там есть свои кораллы. Они там бесцветные совершенно. То, что есть свои какие-то именно проекции тропического мира, как ни странно. Ну, их да, их подсветить же можно, они же, так сказать, цвет оживают под водой, потому что так это все синее-голубое, а когда свет включил, ты видишь, что оно все очень цветное. А насколько важно в путешествии физическое преодоление? То есть напряжение собственных мышц, напряжение собственного тела? Вот для того, чтобы состоялось настоящее путешествие, чтобы это был поход в горы или большой тур на велосипеде, пересечение страны на велосипеде. Вот мне кажется, что это очень важный, но далеко не для каждого путешественника фактор. То есть вот кому-то это важно, а в конце концов, если путешествие отличается от поездки или от тура тем, что с тобой происходит что-то внутри, то мышечное напряжение, оно необязательно. То есть оно может сопрягаться с каким-то... Ну, например, чтобы от барса убежать и перепрыгнуть через какую-то пропасть, то ты совершаешь, понятно, два усилия. Внутри себя ты преодолеваешь страх, а второе, что ты мышцы ног, как сказать, напрягаешь запредельно по отношению к тому, что, как ты ожидал, они могут сокращаться. То есть вот два таких параллельных процесса. И мышцы здесь, наверное, нет. Я немножко перефокусирую вопрос. Я понял то, что сказал Игорь, я, в принципе, согласен. Но добавлял о том, что путешествия всегда другие режимы тела. То есть поговорить о теле путешествия очень важно на самом деле, потому что твое тело попадает в совсем другие пространства. И это даже не связано с физическими нагрузками, а то, что у тебя совершенно другие ритмы. Да, они связаны с движениями не только физическими, но и метафизическими. Ты становишься другим человеком в ходе путешествия, если оно у тебя получается. И это означает, что и твое тело становится другим. И в этом смысле возникает совсем другая метафизика тела, другая антология тела. Не связано, допустим, с тем, что ты стал физически сильнее, или накачивание, или наоборот, ты преодолел какие-то мощные большие расстояния. Вот это, мне кажется, очень важно. Да, вот я тоже здесь соглашусь с Дмитрием, очень важна какая-то телесная трансформация. Вот, скажем, у меня доводилось на велосипеде ехать многодневные такие туры через Альпы, например. И в какой-то момент это как йога, происходит какое-то просветление после длительной циклической физической работы. То же самое в горах, когда ты уже преодолел усталость, преодолел горную болезнь. Ты переходишь на некий следующий уровень игры, и ты уже как бы тело оставил позади себя. Но для этого, конечно, нужны чисто такие физические путешествия для общения с природой и так далее. Вы знаете, я хотел вот еще о чем поговорить. Насколько сейчас баланс у людей, которые осуществляют путешествия между Россией и зарубежными странами? Насколько сейчас мы пытаемся обратиться внутрь страны, внутрь себя? Потому что мне кажется, что вот в 80-е, 90-е, когда открылась страна, открылась граница, был такой очень сильный, конечно, порыв людей ехать в новые неизвестные страны. А нет ли обратного такого внутреннего туризма? Знаете, я бы тут вспомнил старинные слова, старинные или 30-летние, наверное, давности слова Андрея Битова о том, что когда его вообще не выпускали очень долго, наметилась поездка какая-то в 70-е, кажется, в Японию, и в последний момент обломилась, и он снова остался наедине с Советским Союзом. Он много ездил по Союзу, вот помните все эти его Кавказские путешествия и Сибирь и так далее. И вот он говорил о том, что... Армения знаменитая. Да, он уже тогда употреблял термин Россия вместо Советского Союза, что вот это практически тоже отдельная планета, потому что у нас почти все, ну, большинство климатических зон присутствует, ну, вот только таких тропиков и экваториальных каких-то нет вещей. Вот. Так что, в принципе, вот можно всю жизнь... Он тогда говорил о том, что можно всю жизнь путешествовать только по России, и все равно жизни не хватит. Ну, это да, это в условиях закрытой системы, конечно. Но мне кажется, это очень важно, и вот, я не знаю, многие из таких моих знакомых, ну, так что ли, более продвинутых, которые могли бы прекрасно проводить там лето в Провансе или где-нибудь на Сейшельских островах, они выбирают такие достаточно глухие, глубинные российские маршруты, и, мне кажется, они делают очень важную вещь в том смысле, что они придают смысл вот этим вот местам, да, они их наполняют некой... Вы понимаете, ведь российское пространство, оно же вообще совершенно неосмысленно, да, оно совершенно пустое в этом смысле. Но оно неравномерно очень. Местами совсем неосмысленно, местами оно слишком концентрировано. Да, здесь Каганского, да, географ цитировали, я тоже очень люблю его читал, вот он говорит, да, что у нас как бы вот эта вот сетка, да, узлы сетки, они так осмыслены, а всё, что между узлами сетки... Белые пятна. Они, да, абсолютно белые пятна. Вот сейчас, например, да, идёт Тур-де-Франс, знаменитая тоже, да, тоже вот французская большая петля, сотый, да, сто лет назад. И вот Сергей Курдюков, комментатор, комментирует, и вы понимаете, вот они показывают каждый городок, каждая какая-то дорожка, каждая деревушка, она настолько наполнена смыслом, она настолько наполнена какими-то историческими событиями, аллюзиями, культурой. И вот в России в этом отношении невероятно слаба. Она очень слабо описана и очень слабо прожита. И вот то, что люди ездят по России, мне кажется, они наполняют нашу страну вот этими вот, так сказать, экспириенсами, так сказать. Ну, я с вами бы согласился, как раз вот последние 9-10 лет я активно езжу по России, мы проводим экспедиции нашего института, специально пытаясь заниматься образами мест. И тут как бы некий двойной эффект. С одной стороны, у нас есть уже расширенное понимание пространства, поскольку многие из нас действительно были за рубежом или в каких-то странах, и мы по-другому воспринимаем Россию. А с другой стороны, мы понимаем, что у многих мест, в которых мы бываем, у них достаточно большой бэкграунд, и проблема-то в том, что этот бэкграунд очень плохо осознается. Ну, к примеру, чаще всего местные кроведы – это люди неместные, которые для того, чтобы социализироваться, вынуждены заниматься историей этих мест. Местные люди давно живущие, они, как правило, не интересуются историей своих мест, и это большая проблема. Ну, скажем, когда мы были в Балашове, в местном кроведическом музее ничего не было о том, что здесь был пастранак, что создана книга знаменитая, и как бы это очевидный бренд, который бы, так сказать, город Балашов вывел бы из такого, в общем-то, не очень известного состояния даже на карте России, не говоря о мировой карте. И эти примеры сплошь и рядом. И на самом-то деле я всегда люблю говорить в последние годы, что нам, прежде всего, у нас главные проблемы не экономические, не социальные, даже не политические, а проблема в том, чтобы вообразить страну. То есть должна быть воля ко воображению пространства. Это самое главное. Очень точно вы сказали. Вы знаете, я удивительную совершенно, сейчас уже, наверное, не найду, где-то с полгода назад на Фейсбуке кто-то линк прислал, невероятно красноречивый. Он касался Википедии. И там есть некая Вики-карта, которая показывает, она наложена на карту местности, Википедия, сколько узлов на местности имеют статьи Википедии. То есть там местная какая-то достопримечательность, церковушка, камень на дороге, сама дорога. И вот там дан контраст. Калининград, Калининградская область. И с той стороны там, не знаю, какое польское воеводство, с той стороны разделённое. И вот Польша, она вся сплошь покрыта этими значками Википедии. В, 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 В. Там каждые 2-3 километра местности, они имеют какую-то привязку к Википедии. В России их там штук 5. То есть с польской стороны их там штук 150, а с русской стороны штук 5, с российской. Вот это удивительно совершенно, что люди не осознают и не описывают пространство. Ну, я надеюсь, что сейчас всё это меняется, и мы, наконец, начинаем присваивать и осваивать собственную страну, становиться в ней хозяевами. Вы знаете, в оставшиеся минуты я хотел бы вам предложить, если останется время, я тоже коротенькую историю расскажу, о самых запомнившихся ваших путешествиях, которые именно вас трансформировали, вас преобразили. Можете вспомнить? Я так сказать, нет домашних заготовок, я не предупреждал, что такое будет, может быть, на вскидку. Вы знаете, на самом деле у меня несколько таких историй. Ну, одну. Я их просто вытаскиваю из памяти поочерёдно, за годами. То есть иногда с тобой что-то происходит, ты потом только через многое время понимаешь, как это было важно. Вот такая история, чуть ли не первая моя экспедиция, это был Йемен, тогда ещё Южный Йемен. И вот там всё кругом экзотично, то есть над водой, под водой. Я был тогда их теологом, то есть всё, что я видел над водой, это было как бы хобби или помимо работы. А под поверхностью воды, все эти коралловые рифы и рыбы и так далее. Так вот, одно из самых сильных и просто сношебательных впечатлений, которые именно в первую вылазку на территорию зарубежной страны, это был Йемен, я испытал, это я увидел иностранных туристов, старичков и старушек. Я был сбит с ног совершенно вот этим. Они были ощетинены фотоаппаратами, какими-то там ещё приборами чуть ли не ночного видения. Они знали, зачем они идут по этому городу. Это был порт Аден. Они у каждого были какие-то разные у всех карты местности, путеводители и так далее, какие-то книжки про эту страну. И все они еле держались при этом на ногах. То есть вот я понял, что существует совсем другое. Я попытался с ними поговорить, и выяснилось, что они вообще-то до выхода на пенсию практически не путешествовали, они пахали из года в год. Вот они заработали себе нормальные пенсии, и теперь они до скончания века на свою хорошую, приличную пенсию будут путешествовать по всему миру, и они умрут, скорее всего, где-нибудь там, если не в отеле, то, может быть, над пропастью. Да, да. Вот это я понял, что у человечества есть будущее. Вот оно может быть такое. Да, 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 вот это вот третий возраст. Действительно, сейчас же основной контингент путешествующих все больше и больше, учитывая структуру западных обществ, это вот этот третий возраст, это пожилые люди. Ну, надеюсь, и нас это все время будет ожидать. Ну, да, 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 потому что у нас, как бы старик сидит на печке, типа, куда сунулся, почаще в паспорт заглядывает, как вот эта российская синтенция знаменитая. А там как раз люди с выходом на пенсию и начинают себя осознавать и жить. В этой же студии, я помню, мы сидели с Владимиром Яковлевым, который основатель коммерсанта, и он такой проект сделал под названием «Возраст счастья». Он собрал с нескольких континентов, истории, там, нескольких сотен людей, которые начинают свою самореализацию в возрасте 60, 70, 80, 90 и более лет. Вот, и вот это как раз именно то, о чем вы говорите. Так, Дмитрий, а ваше? Ну, я сначала оказывал замешательство, я думал, сразу, естественно, привыкаться к ресурсам экзотических путешествий из дикой природы, но потом я вспомнил слова Камю по поводу того, что в основе путешествия «Аффекты и страх» исполнил свой полет в Ирландию на очень забавную конференцию антропологическую, посвященную как раз ландшафтам, но причем ландшафтам памяти и забвения. И экзотическая была тема очень. И это был 2001 год, русских воспринимали очень плохо, и я летел через Луновский аэропорт Хитров с пересадкой до Дублина. И там где-то на пересадке меня осматривает пограничник, смоет паспорт и начинает допрашивать, куда я лечу. Вид у меня был такой какой-то, я был в джинсовом костюме каком-то такой, русский, непонятно куда летит, какого-то непонятного совершенно вида. И я начинаю там на ломаном английском объяснять, что лечит удата, такая конференция. Он не верил, не дарю себя смоя. Потом, когда я сказал экзотическое название этой конференции, смотрел на меня достаточно так неприязненно, он переспросил еще раз. Я ему кое-как, наверное, сейчас сказал название конференции. И это был аффект. Я, с одной стороны, у меня был определенный страх, что меня не пропустят. А у него мощный аффект. Он как-то весь сдулся. Проходи. И, в общем, после этого как-то я понял, что эта встреча, она, на самом деле, важна для обоих людей. И для него, и для меня. Потому что вот это как раз то, что мы назовем путешествие, когда у тебя возникнут какие-то мощные такие перегрузки, и ты понимаешь, что ты окажешься в других пространствах. Я надеюсь, что и он оказался в какой-то мере в другом пространстве, так же, как и я. Напоминает эпизод из фильма «Брат 2». Помните, когда герой Виктора Сухорукова, татарин вот этот, прилетает в Америку, в Чикаго, и вот, так сказать, на границе, там, «What's the purpose of a travel to the United States?» «А, конференция о новом конференции». Я говорю, «Проходи». «Вот уроды». Вот это вот точка пересечения границы. Ну, моя история, уже совсем мало времени, ее коротко расскажу, такая удивительная совершенно была с точкой пересечения границ. Я как-то плавал, неожиданно оказался на 3 месяца на пароходе. Я учился в Соединенных Штатах, возвращался из Нью-Йорка в Ленинград тогда еще. И была такая тема, она и сейчас есть, что можно пассажирам путешествовать на судах Балтийского морского пароходства, торговых. Они берут одного-двух людей. И я в Нью-Йорке, у меня было очень много книг, просто собой я накупил, загрузился в это торговое судно, а оно поплыло вместо Ленинграда, и мы куда приказали, тогда и поплыли. Мы поплыли на юг, мы поплыли во Флориду, мы поплыли в Техас, мы поплыли на Карибы, мы поплыли в Бразилию, мы поплыли в Аргентину, я доплыл до огненной земли практически. Ну, как мел, прямо. Вот. Да. Да. Там, где-то вас высадить надо было. Да, да, практически. И мы плавали три месяца, и затем уже возвращались, и на возвращении так получилось, что у меня случилась ссора с капитаном. И он такую устроил. Он был ссаживать сразу в день. Наоборот. Мне устроили мелкую месть. Везде выпускают на берег, у них паспорт моряка и моряков. У меня был загранпаспорт, меня как моряка тоже выпускали. Вот. И он сказал таможенникам в Бенелюксе, чтобы меня, значит, не выпускали на берег. Жутко хотелось. Мы прислали три месяца плавания, и вот мы пристали в Роттердаме, и я тогда в Роттердаме бежал с корабля, я прыгнул за борт, доплыл до берега, пробрался в город. А паспорт завернули во что-то? Нет, ничего у меня не было, ни документов. Я просто перелез через колючую проволоку, там бы положил картонку. Я ходил сутки по Роттердаму, вот, абсолютно с чувством абсолютной свободы и абсолютного страха, что меня поймает. Вот это вот ощущение. Год какой? 89-й. 89-й. Это еще Советский Союз. И вот потом ночью я вернулся на корабль, я залез по страховочной сетке, там по канату, пролез к себе, никто об этом не узнал. Но вот это, я понял, было какое-то такое очень экзистенциальное путешествие. Ну, тут вспоминается вот этот, знаете, побег знаменитой Славы Курилова, который прыгнул с парохода во время круиза, проплыл в ластах 100 километров до Филиппины, чтобы бежать из Советского Союза. Вот. Но в любом случае я понял, что путешествие это прежде всего побег к свободе, побег к самому себе и побег к свободе. Так что в завершение нашей передачи хочу вас поблагодарить. У нас в гостях были писатели-путешественники Игорь Сид, Дмитрий Замятин, философ, культуролог из Института культурного и природного наследия. А нашим дорогим слушателям я хочу сказать, что неважно, где вы сейчас находитесь, идете вы по плато Путорана или по переулкам Покровки, и главное, чтобы вы путешествовали со смыслом. В этом вам поможет программа Археология. Спасибо, что слушали. Доброй ночи и удачи.